Друзья, всем большой привет! Мне уже не в первый раз задают вопрос о назначении небольшого щита на Панцершреке. Давайте проверим, знаете ли вы, зачем он нужен. Поставьте видео на паузу и напишите свои догадки в комментариях. Ну а я тем временем приступлю. В данном ролике мы не будем затрагивать ТТХ и устройство гранатомёта. Поговорим конкретно о щитке. Для этого нам стоит познакомиться с менее известным предшественником Панцершрека, реактивным гранатомётом Оффен Рор. До сих пор продолжаются бурные дискуссии на тему того, где и когда немцы захватили американскую базуку, и правда ли, что Оффен Рор является её модифицированной копией. По одной версии базуку впервые захватили в Тунисе, по другой — на Восточном фронте. Немцы довольно оперативно принимают свою версию гранатомёта на вооружение. По сравнению с базукой, у него был ряд преимуществ, а именно больший калибр и лучшая бронепробиваемость, более надёжный спусковой механизм, а также большая скорострельность. Но были и минусы. Вес, сложность конструкции и демаскирующие клубы дыма во время стрельбы, за что гранатомёт и получил своё прозвище — печная труба. Но был ещё один немаловажный недостаток. Если мы посмотрим фотографии с учебных стрельб гранатомёта, то увидим, что стрелки вынуждены надевать противогаз, притом без фильтра. Более того, стрелок надевал на себя защитные перчатки и плотную одежду. Вы уже догадались, в чём причина такой экипировки? Всё дело в том, что двигатель ракеты продолжал работать даже после вылета ракеты из трубы. И если стрелок не защитит своё лицо, то получит неплохой такой заряд продуктов горения. Необходимость облачаться в защитное снаряжение существенно усложняла эксплуатацию гранатомёта. Но вскоре немцы додумались оснастить гранатомёт тем самым металлическим щитом. Сначала его мастерили солдаты, а позже появились серийные версии. К знакомой нам форме щита немцы пришли не сразу. Можно найти фотографии увеличенной квадратной версии щита и даже круглой, напоминавшей крышку от мусорного ведра. В щите вырезалось смотровое окошко, в которое вставлялось небольшое стёклышко в деревянной раме. На внутренней стороне щитка помещался запасной контейнер со стёклами. Сам щит был съёмным и крепился к трубе при помощи зажима. Было ещё одно полезное свойство щита. Благодаря камуфляжу он помогал скрыть фигуру стрелка и давал маскировку. Да, с одной стороны щит добавлял оружию и вес, а с другой стрелкам больше не приходилось таскать с собой защитное снаряжение и надевать его вместе с противогазом перед стрельбой. А бегать по полю боя с гранатомётом в противогазе, пусть даже и без фильтра, сомнительное удовольствие. А вы бы какой вариант выбрали? Стрелять через щит или надевать противогаз? Поделитесь своим мнением в комментариях.